В час ночи оказались на улице жильцы дома 113 дробь 1 по улице Воровского. В воскресенье в подъезде там произошел пожар. Возле тамбура подъезда кто-то поставил диван, который пока все спали, вспыхнул. Жильцы срочно выбегали из квартиры, но чтобы спастись, им в прямом смысле слова, пришлось проходить сквозь огонь. В итоге от такой эвакуации пострадала женщина с ребенком. На месте происшествия побывал наш корреспондент Павел Москвин. Жильцов дома по улице Воровского разбудили запах гари и крики соседей. За считанные секунды им пришлось одеваться и выбегать на улицу. Место сгорания – это лестничная площадка возле тамбура. Чтобы выйти, людям пришлось проходить через самый эпицентр пожара. Таким образом, во время эвакуации ожоги получила женщина с ребенком. Их сразу же посадили в карету скорой помощи, а потом и госпитализировали. Около 40 минут жильцам пришлось стоять на улице и ждать, когда прольют место пожара и разрешат вернуться домой. Аккуратнее. По словам очевидцев, жильцы почуяли запах гари и сразу стали звонить соседям. Медлить было нельзя, ведь весь подъезд оказался в плотном дыму. А мы на втором этаже зависли. Я вам звонила, да звонила. А я не спала, мне о чем-то орал. Ужас какой-то. Соседи жаловались не только на того, кто непосредственно устроил пожар. Они возмущались теми, кто перекрыл доступ к пожарной лестнице. Надо наказать соседей с седьмого. Это же кто пожарный? Под пожарную лестницу-то закрыл? Я вообще ничего не понимаю. Жильцы рассказали, что если бы все эвакуировались по пожарной лестнице, то пострадавших бы не было. Очевидцы, где пожарный лестнице? Вон там вот. В чём-то момент? Там надо делать. По словам очевидцев, пожар произошел по двум причинам. Во-первых, из-за того, что кто-то оставил у тамбура старый диван. Во-вторых, кто-то его поджег специально или случайно. Сейчас неизвестно. Тут диван стоял, кто-то выкинул. Вот похоже, он умерел. Сейчас в причинах пожара разбираются сотрудники ОНДПР. Рассматриваются несколько версий. От неосторожного курения в пьяном виде до поджога. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.